Всем привет! Вы на канале ТОПАРМИЯ. В конце января 2020 года несколько источников утверждали, что российская госкорпорация Рустех объявила о начале разработки ПАК-ДП, или как его еще называют, это перспективно-авиационный комплекс дальнего перехвата. Самолет, разработанный по этому проекту, наиболее известен как МиГ-41, и на нем есть также отдельное видео на моем канале, так что иди ищите во вкладке видео. Уже не первый раз якобы объявлялось о начале его разработки, и это новое объявление было, прямо скажем, довольно сомнительным. По сути, эту новость подхлестнула строка в пресс-релизе Рустеха от 22 января, заглавленная МиГ-31ВМ «Птица высокого полета». Текст был приурочен ко дню войск ПВО, и прославлял историю скоростного перехватчика МиГ-31, от его создания до последней модернизации. В последнем абзаце релиза говорилось, что в настоящее время разрабатывается следующее поколение истребителей этого типа ПАК-ДП. Официальное объявление с упоминанием этой программы чрезвычайно редки. Настолько, что все предыдущие старты разработки были уже забыты, а линия превратилась в новое подтверждение того, что Россия наконец-таки начала работать над своим истребителем шестого поколения. Новостное агентство Реановости было одним из первых, кто экстраполировал одну строку в полноценный материал, повторяя слухи и фрагменты информации о МиГ-41, которые уже были в обращении. Проблема в том, что таких отрывков очень много, а слухов еще больше. Кроме того, первые имеют ужасную тенденцию противоречить последним, и все они редко берут свое начало из каких-либо официальных источников. К сожалению, невозможно распутать эту ситуацию, не погрузившись в долгую историю советских и постсоветских тяжелых перехватчиков. Все семейство очень быстрых самолетов и его многочисленные тупики, и то, как они неотдалимы от того, что многие называют МиГ-41. В конце 60-х появился МиГ-25 по кодификации НАТО «Фоксбат», и это был поистине прорывной самолет – самый быстрый воздушный реактивный самолет того времени, предназначенный для перехвата целей противника на больших расстояниях и больших скоростях, и пугающий западных наблюдателей мифами о его экстраординарных способностях. Вопреки этим мифам, реальные возможности были весьма ограничены. Тем не менее, самолет мог регулярно достигать скорости 2 Маха и даже пересекать 3 Маха, хотя и с риском потреблять при этом собственные двигатели. Самолет был ориентирован исключительно на высотный перехват, а тем временем США работали над самолетами, способными проникать в воздушное пространство на минимально возможной высоте. Такая практика, сводящая на нет все новейшие достижения в области противовоздушной обороны, была внедрена в новейшее поколение американских бомбардировщиков, от новеньких General Dynamics F-111 «Ардак» до «Роквилл Б-1 «Ланцер», только что поступивших в разработку. А вдобавок МиГ-25 уже не был самой быстрой птицей в городе, только что полетел SR-71 Blackbird, самолет-разведчик, которого Фоксбат не мог ни догнать ни сбить. Возникала потребность новым тяжелым перехватчике, который мог бы летать быстрее, нести более мощное оружие, а главное быть приспособленным к более разнообразному набору задач. Хорошие их характеристики на малой высоте обеспечили бы дополнительные возможности для наземных атак, в то время как новый радар с фазированной антенной решеткой закроет брешь в ПО на крайнем севере России, вне зоны действия уже растянутой сети ПВО. С самого начала за основу был взят МиГ-25, а модернизированные двигатели авионика были дополнены новыми крыльями, которые могли бы обеспечить большую универсальность. Разные конструкторские бюро предлагали к этому разные решения, в результате чего появился проект Е-155МП с полдюжины вариантов. Рассматривались варианты с изменяемой стреловидностью и треугольным крылом, но в конечном итоге они были отвергнуты. Был выбран наиболее консервативный вариант с тратпицевидным крылом. Им стал МиГ-31 «Фоксхаунд», представленный в середине конца 70-х годов. Хотя он предлагал существенное улучшение с точки зрения дальности полета, универсальности и надежности, скорость оставалась прежней, модификации планера были минимальными. В этом не было необходимости, так как идея штурмового варианта была отброшена, а двигателей, пригодных для более высокой скорости, не было. Это произошло потому, что 3 Маха, а точнее 3,5 Маха, были практическим пределом обычных турбореактивных двигателей. Поток воздуха на таких скоростях делал использование компрессора, детали, которые сжимали воздух перед воспламенением, сложными и ненужными. Чтобы самолет мог развивать более высокие скорости, нужно было разработать совершенно новый тип двигателя, а в Советском Союзе, да и вообще у кого бы то ни было, такого двигателя не было. Тем не менее, как только в 1975 году завершалась разработка МиГ-31, Микоян Гуревич возобновил работу над отвергнутыми решениями, которые могли еще больше улучшить характеристики перехватчика. Узнав, что американцы разрабатывают собственные самолеты, способные развивать такую скорость, в программе был присвоен высокий приоритет под названием «Проект Максимум», а его возглавил Николай Матюк, главный инженер МиГ-25. Он состоял из двух частей – Type 301 «Перехватчик» и Type 321 «Бомбардировщик» – двух самолетов, которые дополняли базовую компоновку «Фоксбарт» с крыльями изменяемой стреловидности и выдвижными карнадами. Пришлось разработать новый двигатель, хотя подробности не ясны, и на эту тему ведутся очень много споров. Предполагаемая силовая установка представляла собой два в одном – обычный ТРДД и прямоточный воздушно-реактивный двигатель, размещенный под одним капотом, с сепаратором, перенаправляющим поток воздуха в ту или иную сторону. Прямоточный воздушно-реактивный двигатель отличается от обычного реактивного двигателя тем, что в нем отсутствует компрессор, и он использует звуковые удары волны для сжатия воздуха перед воспламенением. Теоретически возможна комбинация турбореактивного двигателя и прямоточного воздушно-реактивного двигателя. SR-71 Blackbird использовал один из них со специальными трубами, преднаправляющими воздушный поток вокруг его турбореактивного двигателя, чтобы он действовал как прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Решение для проекта Максимума, получившее название D-102, было намного элегантнее, но он так и не был разработан, и мало доказательств того, что он действительно будет работать. После переключения таких двигателей в режим прямоточного воздушно-реактивного двигателя перехватчик ТИП-301 теоретически будет поддерживать крейсерскую скорость 4250 км в час и даже достигать максимальной скорости 5 маха, став первым в мире гиперзвуковым истребителем. Гиперзвук, то есть скорость более чем в 5 раз превышающая скорость звука, несет с собой еще один набор проблем, поскольку динамика полета снова меняется, как это было при переходе от дозвуковой скорости к сверхзвуковой. Гиперзвуковые транспортные средства должны были быть разработаны с учетом этого. Насколько мы можем судить, по крайней мере ранние варианты ТИП-301 и 321 не были таковыми. Самолет сохранил основные очертания МиГ-25 и МиГ-31, с исключением капитального переработанного крыла и измененного расположения силовой установки. Двигатели до войного назначения были слишком массивными, чтобы их можно было разместить внутри фюзеляжа, как и в более ранних версиях перехватчика. Их приходилось нести сверху в задней части самолета, что придавало ему отличный вид, присутствующий на большинстве рендеров МиГ-41 и по сей день. Неизвестно, что случилось с проектом Максимум, хотя совершенно очевидно, что он выдохся в конце 80-х. По некоторым данным 90-х годов, исследования планера ТИП-301 и 321 были завершены, и он был готов к производству опытного образца. А вот о двигателе информации не было, и вполне вероятно, что он был далеко от готовности. Возможно, именно эта проблема и погубила проект Максимум. Но на его месте появился еще один амбициозный проект. Его возглавила пара инженеров, пришедших к Микояна Гуревичу из конструкторского бюро Сухого, и разработали новый многофункциональный дальнеперехватчик, получивший обозначение ТИП-701. Иногда пишется как МиГ-701. Новый самолет имел все черты ТИП-301 и 321, но с шагом в сторону упрощения в виде треугольных крыльев вместо крыльев изменяемой стреловидности. Самое главное, хотя расположение двигателя и общая компоновка самолета были сохранены, от идеи комбинированного турбореактивного двигателя с прямоточным воздушно-реактивным двигателем отказались. Предполагалось, что максимальная скорость ТИП-701 составит всего 2500 км в час, что было сочтено достаточным, чтобы полностью заменить МиГ-31 в его дальнемагистральные роли. Невероятно высокая скорость была на самом деле ненужной, благодаря развитию ракет класса воздух-воздух. Шаги к вооружению следующего поколения были предприняты уже с МиГ-31. В середине 80-х его основная ракета Р-33 была доработана до Р-37 с удвоенной дальностью до 300 км, удвоенной скоростью до 6 махов и новый радар. Также было несколько прототипов МиГ-31Д, модифицированных для перевозки ракет, которые могли выходить на низкую околоземную орбиту для сбивания или развертывания спутников. С таким вооружением и новой РЛС новый самолет на базе ТИП-701 стал бы гордым преемником семейства МиГ-25 и МиГ-31, превосходя их по всем возможностям без радикального увеличения скорости, что потребовало бы столь же радикального прогресса в технологии. Но проект запоздал. До 70-х сменились 90-ми, Советский Союз распался, а вместе с ним и все амбициозные проекты 701 были официально закрыты в середине 90-х, но не раньше, чем была рассмотрена возможность превратить его сферзвуковой в бизнес-джет. Ну а об этом мы поговорим во второй части видео, так что пишем свое мнение в комментариях под видео, ну и также дайте знать, ждете ли вы вторую часть или нет. Ну а чтобы не пропустить следующий выпуск от канала Тупарме, надо проявить недюжую смекалку и найти кнопку подписки. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok